Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Лёлькин с вами обсуждаем последний стрим. Ну что ж, часть первая, так скажем, обзор, часть первая, да, на этот стрим. Что я сразу хочу сказать, знаете, это как вот, как говорится, ели пили, веселились, подсчитали, прослезились. Точно так же и здесь у Лёльки. Если её предыдущий стрим был просто наполнен радостью и весельем, там была и Козлодоева, там был и Шурик, в общем, вся гоп-компания практически была, так скажем, в сборе, да. Лёлька, Лёлька, знаете, везде стримила, везде успевала и в Инстаграм, и на Ютубе, и в ТикТоке, и всё это дело одновременно делала, то сейчас Лёлька сидит поникшая, не накрашенная в своём вот этом каком-то непонятном, затрапезном, спортивном костюме. Ну, не знаю, мне эта расцветка вообще у неё не нравится, но дело даже не в этом. Сидит какая-то действительно поникшая, ребят, вот как-то так, да. У Лёльки вообще, вы знаете, всё как-то очень интересно, у неё один стрим, она орёт, кричит, ведёт себя неадекватно, второй стрим, она сидит чуть живая, видимо, подрастеряла все свои силы на предыдущем стриме. Ну что ж, начнём с вами обозревать, что же там в этом стриме, на этом стриме было интересного. Лёлька, бедная, опять продолжает собирать на своих вот этих вот работников-помощников. Донатят, я вижу, что не очень хорошо. Да, да, друзья мои, а как вы хотели, близко, второе, ноль, второе, люди готовят денюжки к флешмобу. Далее, далее, делится Лёлька тем, что ей не дают спать. Ну, вы знаете, я так понимаю, что это намёк на Шурика. А ну-ка, быстро все начали завидовать Лёлечке. У Лёлечки началась взрослая жизнь девочки с мальчиком, да. Ну, в принципе, оно и понятно, я так сразу поняла, что это она намекает, мол, Шурик не даёт мне спать. Да, понятное дело, что Шурик, а кто ещё может ей не давать спать. Младшего ребёнка Вероничку она давным-давно уже определила к Лёшке-картошке, поэтому, естественно, Шурик там старается. Ну вот что, знаете, ребят, мне интересно, я спрашиваю уже в очередной раз. Вот подскажите, понапишите, как вы считаете. Вот мне просто интересно, мы же с вами знаем, что в Лёлькиной комнате огромное количество кроватей, соответственно, там живут ещё и её другие дети. Вот мне интересно, каким образом она с Шуриком при детях ложится в постель, да, ну вот даже если она там ничего с ним не делает в кровати, да, то просто вот мне интересно, каким образом она в свою комнату запихивает чужого мужика, когда у тебя в комнате, помимо тебя, есть ещё огромное количество детей, которые спят и живут в этой комнате. В общем, не знаю, ребят, странная ситуация, да. Далее. Далее опять Лёлечка начинает рассказывать сказки о том, что ей донатят. Она говорит, ничего вы не знаете. Вы говорите, что мне донатят очень мало на стримах. Она говорит, а мне донатят вне стрима значительно больше, чем на стриме. Ребят, а я, вы знаете, вот как-то в это почему-то не верю. Вот, ну не верю я в это. Потому что одно дело, когда у тебя идёт стрим, да, прямой эфир, когда у тебя выставлен донат, и Лёлька 225 раз напомнит о том, что ей срочно необходимы ваши деньги, без них она никак не может уснуть, поесть, поспать и посрать, извините за выражение. То, то, понятное дело, если она об этом не напоминает, да, как бы реквизиты карты есть, и, ну не верю я, ребят, не верю я в то, что она вне стрима собирает значительно больше, чем на стриме. Ну, правда, смешно. По поводу Артёма и Ульяны. Вы знаете, я вообще вот так вот послушала её, но, в принципе, я ничего от неё другого не ожидала абсолютно. Она сказала, что эта тема её больше сейчас не волнует. Говорит, практически они не общаются, общаются очень редко по WhatsApp, не общаются по той простой причине, потому что Женя Б. перестал приезжать, видеться со своими детьми. Она говорит, я больше к нему принципиально детей возить не буду. Ребят, ну все вот эти, знаете, её принципиальности, все её принципы, ну, если у человека нет принципов, понимаете, то этих принципов, в принципе, никогда и не будет. Вот, да, вот такая тавтология получилась, в принципе, не будет принципов, да. Так и есть. Если она уже не раз, вспомните, говорила, обсирала этого Жене Б. всяко-разно его обзывала, называла, и потом через два дня мы с вами видели картину, как Женя Б. забирал детей на Новый год, потом ещё забирал их с ночёвкой. То есть, когда Лёрке попадёт какая-нибудь очередная вожжа под хвост, и ей нужно будет куда-то сплавить своих детей ради того же Шурика, она это сделает на раз-два, она, значит, позвонит обязательно Жене Б., скажет Жене там туда-сюда, решат они всё это дело между собой, естественно. Ну, а потом она скажет, да, да, вот он мне помогает. Говорила она так в январе? Говорила. Говорила, что он мне помогает, да, но это его дети, да, вот он молодец, он там детям там что-то даже покупал. В общем, как-то так. Когда будет необходимость, когда ей действительно понадобится помощь Жене Б., она всегда к нему со спокойной душой обратится. Она знает, что он ей в этом плане не откажет. Так вот, про Артёма с Ульяной она сказала, что не знаю, с кем им будет лучше, с матерью или с отцом, как бы больше склонялась вроде как к отцу, но вообще сказала, что, зная вот и мать, и отца, она говорит, я уверена, что ни с тем, ни с тем им не будет лучше. То есть, говоря вот это про детей, но меня всё-таки очень, знаете, кальнул вот этот момент, когда она сказала, что эта тема её больше не волнует. Она говорит, да, эти дети жили со мной где-то, говорит, наверное, лет пять, то есть она даже толком уже не помнит, сколько это было. Но знаете, что самое интересное, когда ей было выгодно на этой теме выезжать, когда ей было выгодно собирать донаты, когда ей было выгодно за счёт Артёма с Ульяной жалобить народ, разводить людей на деньги, а люди очень охотно велись на эту тему, я помню, это прекрасно, это год назад, вот она очень сильно активно стала об этом говорить, и вот тогда она действительно зарабатывала на них очень хорошие деньги. Вспомните, были донаты на адвокатов, на суды, туда-сюда, вовсюда, да, когда она могла на них зарабатывать, она на них зарабатывала. Теперь она на них зарабатывать ничего не может, потому что эти дети проживают в Жене В, соответственно, ей теперь стали не нужны эти дети. Ну, с другой стороны, знаете, о чём можно говорить, я раньше всё возмущалась по этому поводу, а потом я увидела её отношение к своим родным детям, теперь мне, в принципе, всё понятно, Лёлька толстокожая, я всегда об этом говорила, Лёлька никого, кроме себя, ребят, не любит, абсолютно, это человек эгоист. Далее, рассказала о том, что на 1 января 2022 года у Жени В, его задолженность по алиментам, составляет 97 тысяч рублей. И сказала о том, что в феврале они будут подавать заявление на Женю В о привлечении его к административной ответственности. То есть, таким образом, они пару раз будут его привлекать к административной ответственности за неуплату алиментов, на третий раз они будут, значит, ему уже будет грозить уголовная ответственность, ну, а затем будет лишение родительских прав. То есть, Лёлька, видимо, может быть, чем, чёрт не шутит, я не удивлюсь, если она дойдёт до этого и лишит, действительно, Женю В родительских прав. Ну, не знаю, хочет она этого делать, не хочет ли она, пытается опять его шантажировать, потому что она сказала, а после этого я его выпишу из дома. Возможно, это, так скажем, своего рода шантаж, мол, типа, если не выпишешься сам из дома, то я в таком случае лишу тебя родительских прав. Ну, ребят, я не знаю. Не знаю, что и думать, что и гадать, мне кажется, это всё равно. Лёлька пытается сейчас даже всё это дело обсудить на своём стриме. По идее, зачем это нужно? Зачем раскрывать карты раньше времени? Да, если ты хочешь с ним поговорить и сказать, ты можешь ему позвонить всегда и сказать, Жень, так и так. Вот сейчас у тебя такая задолженность, 97 тысяч рублей на 1 января 2022 года. Значит, не будешь ни черта делать, да, я тебя буду лишать родительских прав и так далее. Тебе грозит уголовная ответственность и так далее и тому подобное. Она может это всё решить между ними, двумя, чтобы никто не знал. Ну, опять же, а, ей нужен пиар, ей нужен хайп, понятно всё, да, ей нужны вот эти вот трешаки. Ну, и, понятное дело, б, она, опять же, пытается, мне кажется, надавить на Женю б, дабы его припугнуть, дабы он выписался из дома. В общем, не знаю, может, она ещё что-то от него хочет, понятия не имею. Кстати, ребят, сегодня Лёлька, вот как я уже и сказала, сидит действительно не в настроении. На прошлом стриме она красовалась, она там любовалась с собой, они ралли веселились с Шуриком, с Козлодоевой, А здесь сидит просто вот раздражённая, раздражённая, какая-то недовольная. Я так понимаю, что ей почему-то не весело. Возможно, может быть, ребят, что-то не срослось, может быть, где-то уже получила за, по шапке, за своё вот это вот последнее поведение, за последние события, да, когда она вела себя вообще неадекватно. Вспомните, это был стрим, где она раздвигала свои ноги, показывала свои выделения, где она просто вела себя просто как ненормальная. Я думаю, что кто-то всё-таки что-то мог бы ей такое сказать и припугнуть её. Да кто его знает, что там произошло, но мне кажется, не просто так у Лёльки нет настроения. Ну, либо Шурик её не удовлетворяет. В общем, одно из двух, ребят. Ну и опять, опять сказала о том, что даже небо такое плохое, его дети уже умерли с голоду. Ну, Лёлька молодец, Лёлька умеет хоронить своих детей, ничего здесь не скажешь. Далее. Начала защищать свою дочку Женю. Кстати, кстати, для тех, кто не в курсе, Женька опять отличилась. Она в сторис у себя в Инстаграм выложила, что кому не нравится, значит, кто считает её там глупой или ещё какой-то, она просто по губам можно было прочитать слово. Она послала людей на три весёлых буквы. Прямо сказала это слово. Я его, конечно же, озвучивать не буду. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Ну и Лёлька начала её защищать и сказала, что да, она посылала на три буквы, а также посылала в задницу не своих подписчиков, говорит Лёлечка, а других людей, тех, которые переворачивают бедную, несчастную Женечку и все её слова. Во-первых, я уверена, что Лёлька даже не смотрела этот ролик о своей дочке Жене, да, она даже знать не знает, как и кого посылала Женька. Во-вторых, не надо уже сейчас придумывать. Женька посылала тех, кто был недоволен, как сказала Лёля, её поведением. А мне вот интересно, а почему люди должны быть довольны поведением женщины, девушки, вернее, девушки, да, 18-летней, которая раздвигает ноги, лежит, обнимается со своей подружкой, говорит всякие разные гадости, посылает людей в задницу и так далее на три весёлых буквы. Почему люди должны вот это всё хавать? Я уверена, что те, как раз-таки, кому это не понравилось, это были никакие не хейтеры, это были, скорее всего, просто её зрители, которые действительно имеют мозг, которые могут рассуждать, думать и понимать, что это ненормальная ситуация. Ну, а сейчас они пытаются выкрутить эту ситуацию так, словно это были хейтеры. Лёлька говорит, вот, мол, туда-сюда, они написывают ей всякие разные гадости, я не знаю. Мы вот, все, кто сидит у меня, допустим, я уверена, что многие, многие там не пишут по одной простой причине, потому что вроде как мы договорились, да, что бойкот, бойкот и Лёлькин канал, и каналы её детей. Поэтому, кто пишет, я не знаю, но в любом случае, ребят, на самом деле, всё постоянно сваливать на хейтеров, это действительно смешно. И Лёлька начинает рассказывать о том, что вот её дочку гнобят, в комментариях поедом едят и так далее. Но что я хочу здесь сказать, получается, знаете, у быковых деньги не пахнут абсолютно. Но если тебя гнобят в комментариях, что ты делаешь? Либо ты отключаешь комментарии, либо ты просто блочишь вот таких вот людей, которые тебя действительно серьёзно оскорбляют. Блочат ли блогеры, обзорщики людей, зрителей, там вообще блогеры, все абсолютно блочат. Если кто-то скажет, что я не блочил, всё соврал, абсолютно 100%, потому что даже те, которые блочат крайне редко, поверьте мне, найдётся всегда такой человек, который оскорбит тебя так, что ты просто возьмёшь это дело, всё дело и заблочишь, или который будет вносить какую-то, так скажем, неразбериху в комментарии, который будет себя вести как-то неадекватно. Поэтому блочат абсолютно все. Но давайте не стоит забывать, Лёлька говорит о том, что бедную её несчастную дочку гнобят, о том, что и будут гнобить её Женю. Лёшку-картошку она знала прекрасно, знала, но всё-таки она заставила детей открыть ютуб-канал. Она, она, да, она этому способствовала, она, она рекламировала канал своей дочке, она. И что, её дочка Женя не знает, как нужно бороться с теми, кто тебя оскорбляет? Ну, бери тогда, блокируй, всё, какие проблемы? Но, вы понимаете, они хотят и на ёлку залезть и одно место не ободрать. Получается, Женька хочет и кучу комментариев, да, и чтобы её там все любили и целовали, но такого не будет. Поэтому она борется вроде за количество комментариев, а не за их качество. В общем, ладно, это их личное дело, но мне, знаете, стало смешно, когда Лёлька, вот у неё всё переводит, всё она переводит в говно и в задницу. Это её, кстати, любимые слова. И у Женьки, я смотрю, то же самое. Вот Лёлька говорит, вот у каждого человека есть своё мнение. Далее она стала сравнивать почему-то мнение человека, собственное мнение с задницей. Она говорит, ну вы же согласитесь, что задницу не принято показывать. Лёль, то, что мы видели у тебя, то, что не принято показывать, то, что ты вываливаешь свои, чуть ли не гениталии, на всеобщее обозрение, ну не тебе говорить о том, что принято показывать или не принято. Вы уже, в принципе, показали всё на свете. Мне вообще не понять, ребят, Мне не понять, как можно сравнить задницу и собственное мнение. И Лёлька приводит это к тому, что, смотрите, мол, задницу не принято показывать, так вот не принято высказывать собственное мнение. Я, честно, впервые с этим сталкиваюсь. Знаете, когда мне начинают писать, Галь, ты не права, да с чего вы взяли, что я не права? Я всегда говорю, у меня есть свое мнение. Я никогда никого в комментариях не критикую за чье-то мнение, никогда. Я могу согласиться, я могу не согласиться, но я не пишу никогда того, что, ой, нет, ты точно, 100%, ты не права. Нет, нет, ну если это только вообще какой-то там, знаете, бред, когда уже прибегают просто провокаторы. Но у каждого человека, у человека либо есть собственное мнение, либо его нет. Вот плохо как раз-таки, когда у человека нет собственного мнения. Оно должно быть в любом случае. И нет такого понятия, правильное мнение или неправильное. Есть твое, а есть чужое. И нужно уважать мнение любого человека. Понимаете, потому что в любом случае, как ни крути, да, каждый останется при своем мнении. Очень плохо, когда у людей взрослых нет своего мнения, они идут просто вот как табун, да, как стадо какой-то, стадо баранов и так далее. Вот Лёлька хочет нам доказать, что, оказывается, иметь свое мнение это очень плохо. Я, правда, не знаю, кто ей такую фигню сказал, откуда она такой бред взяла и достала, я, если честно, не понимаю. Но разбираться в Лёлькиной башке, честно, я даже не собираюсь. Ребят, в общем, это первая часть обзор на Лёлькин последний стрим. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.